Добрый день, как лежишь? Палаты, регистратуры, процедурный кабинет, реанимация, туалеты и даже морг в Рио губернатора Севастополя буквально заглядывает в каждый угол. Большая ревизия в самой большой городской больнице. Этому Михаил Развожаев посвятил половину субботы. Общается с персоналом, пациентами. Последние хвалят врачей, медсестер, но жалуются на условия в первом корпусе. Его построили еще в 78-м году. И с тех пор ремонт медики делали своими силами. Точечно, где могли. Непростые условия и в поликлинике здание историческое. И куда ни посмотри, всюду объект культурного наследия. Даже старые двери и битую кафельную плитку на крыльце без особых разрешений не поменять. А видно, что хороший ремонт необходим. Много вопросов у в Рио губернатора Севастополя оказалось к корпусу морга, где разбиты пандусы и самой территории больницы. Там местами разрушено ограждение. На этом фоне относительно новый корпус сосудистого центра смотрится очень достойно. Просторные коридоры, современное оборудование, нареканий никаких. На обход всех восьми корпусов первой больницы ушло почти три часа. Подробная ревизия, по словам Михаила Развожаева, нужна, чтобы понимать, с чем Севастополь выходит на старт строительства нового медицинского кластера, больницы скорой медпомощи, онкологической инфекционной больницы. Для того, чтобы правильно спланировать новый медицинский кластер, нужно четко понимать тогда вот те мощности, которые есть, во что они будут трансформироваться. Возможно, где-то не нужно вкладывать сейчас деньги туда, что потом будет у нас сделано в новом медицинском кластере. И сейчас не тратить государственные деньги, которые можно потратить, допустим, сейчас на текущие ремонты и сделать условия для людей сейчас уже хорошими, пока будет строиться новое, а не заходить в долгие капитальные ремонты, которые потом не понадобятся, потому что будет новая современная больница. И мы потом вынуждены будем то, что сейчас настроим, приспосабливать. Вот главное не допустить этого. Поэтому лично вот вместе с профильными специалистами, планирую все наши медицинские учреждения, которые войдут в кластер, или которые могли бы войти в кластер, посмотреть и как бы всю структуру, где оказывается помощь, условно говоря, от приемного покоя до реанимации интенсивной, палаты и так далее, и так далее. Это очень полезно. Сегодня, допустим, очень много таких внутренних решений у меня появилось. Подробное обследование медицинских учреждений не последнее. На выходные запланирован осмотр онкологического центра. Пальнокольт Александр Тарасенко, Новости Севастополя.